С вами Айва Дано. Айва Сама. Лёя Сама. Короче, вот эти два лака весь день сегодня тянули меня, особенно вот этот, чтобы я ими намазалась. Ну и я что-то пока то, пока сё, пока пятое, десятое, восемь страниц там уже перевела, в общем, вроде как в тайп, но в тайп решила завтра. И вот решила на ночь глядя, вот у меня тут на часах 28 минут первого, следующего дня. Уже, значит, у людей это в Японии уже практически, не знаю, там, ладно, в Японии фиг с ней. С этой Японии, короче, началась Сама, да, Сама. Ударение всё-таки на Сама. Так же, как у Юки на Юки. Снег Юки. Я просто чё-то к словам прислушиваться стала, когда аниме смотрю, даже если оно без сабов, а вот чисто с дубляжом, с озвучкой. Короче говоря, звал меня этот лак, звал-звал, и я решила намалеваться. А намалевалась, и этот, сначала вот этот палец нанесла. Вот за 2-3, наверное, вот. Вообще лак такой шикарный. Я же раскрою сейчас его. Во-первых, сохнет довольно быстро. Во-вторых, не смазывается. В-третьих, очень легко наносится. Вот даже если кисточку счистить, то 1-2 применения, скажем так, или даже вот на этот палец одно применение, и вообще шикарно. Розович слегка, ну, как говорится, полосить, да, не полосить, ну, не совсем так. Вот его не надо защищать, эту кисточку, чтобы намазывать. Надо сразу кисточкой намазывать. Короче говоря, вот тут в этой шарфе, напомаженная, лаком намазанная, и в фрошерской кофточке. На фоне ковра. Фотик у меня, мой этот Сонька. Я тут не стала доставать, не, я примерно представляю, что он у меня где-то в этой комнате, тупо не знаю, где он. Мне его было лень искать. И так как я вот такая вся ленивая, я решила тут вот, постамент какой-то соорудила себе, пару раз протестила, решила записать видос, который я уже, наверное, месяца два собираюсь. Видос, посвященный обзору моих игрушек, который я шила в основе сама. Их у меня видела одна зрительница, которая к нам приезжала, Ирка та самая, с которой мы мышки сгоняли похавать. И, в общем, вот, я решила их все-таки обозреть. Потому что, ну что еще ночью записывать вот с такими лапками. Конечно, вариант АСМР, но это надо геморриться туда-сюда, и вообще более-менее затемненный такой свет, типа полутьма, да, и лак не видно будет, а как так-то. Я решила записать. В общем, что это у меня? Не знаю, что это у меня. И да, если кому-то вдруг приглянется какая-нибудь тут игрушка, тут вообще вменяемая есть, по-моему, только лягушка. Если вам вдруг что-то кому-то приглянется, ну, мало ли, вы там это извращаетесь по каким-нибудь таким самопальным, потому что у Ирки какая-то собачка понравилась. Мне запах. то я, конечно, вам ее подарю. Да, я тут еще подумала, но сначала думала про это не говорить, а потом решила, что почему бы и нет. В общем, если у меня до Нового года наберется на канале 5000 подписчиков, то я решила провести конкурс. Такой, не совсем подарковый. Там, если интересно, в группу ВКонтакте, точнее, страница ВКонтакте, посвященная каналу, вкнитесь, там опросик висит. Если будет, наберется там на каких-нибудь на 2-3 варианта или еще какой-то интересный вариант, вот Лена, которая мне затылок прислала, она там выдала в комментах свой вариант, типа письмо от Лёли или там встреча с Лёлей, то, может быть, будет 2 или 3 места. Но это чисто так еще в планах, потому что не факт, что на меня вдруг подпишутся до конца года, это вам до 31 декабря включительно, 31 декабря 2017 года 138 человек. Ну, по-моему, сейчас у меня на канале подписано 1862, как-то так. В общем, не знаю, может быть, это мышка. Это вот совсем мелкая была, наверное, что-то такое, шила. В общем, вот такое вот животное у меня. Животное. Вот это уже такое осознанное животное. Думаю, понятно, кто это. Я даже не знала, что она у меня еще живая. Лягушка. Вообще, где-то была такая-то такса, может быть, тут есть, может быть, там есть, может, уже не есть. Я помню, мы с мамой в детстве с моей сестрой в деревне шили. В общем, у нее была такса, у меня была такса, у них еще имена какие-то были. У меня была такса девочка, у нее, по-моему, такса была мальчик. Так, вот, и лягушка. Самопальная. Ручная работа. Честная зеленая. Так. Собачка Соня. Набитая тряпками. Сшитая из каких-то этих, короче, кусочков тряпочек всяких. Я была таким скопидомком в детстве. И мама-то у меня шила, ну, помимо вязала еще, да, и бабушка шила, но мама шила, в общем, как-то все такое, все творческое было. И я тупо собирала вот эти маленькие обрезочки, там от мамы именно этих ее произведений, скажем так, от ее шитья. И потом что-то сшивала сама. Вот собачка Соня. Тут у нее нос из тряпочки такой, а глазки из бусинок. Собачка Соня. Ну, знаете, мультик такой был про собачку Соню. Вот. Стремненькая такая, древненькая. Похожа на такую вот это, сейчас я поняла, вот такие собачки. Вот такие вот. Ну, если вы поняли меня, и вот вам тоже кажется, что она похожа на ту самую собачку, вот такие вот породы собачек, то вы поняли меня. А если нет, то я не смогу вам объяснить. Я в породах собак не понимаю, их совершенно не запоминаю. Поэтому, ну, как-то так. Вот это, по-моему, это вообще что-то такое, что это такое. Это вроде не кролик. Да, у меня дедушка держал кроликов. Все мое сознательное детство и несознательное тоже. Но, по-моему, это не кролик. По-моему, это или какая-то штучка была от какой-то шубы. Или просто шкурка какая-то. Короче, я что-то тут самопалила, привязывала к ней хвостик. Возможно, это была мышка. Я думаю, ее коту своему отдать. Может, он вдохновится и будет ей играть. Он у меня вообще все, что круглое, уже вот, или совсем у дьявола пришлось это утилизировать, или закатил куда-то непонятно куда. Походу, дело, это вторая собачка. Хреново я ее помню. Больше помню собачку Соню. Тоже тут вот это, из разных таких тряпочек. У этой собачки, в отличие от Сони, и глаза, и носик, и эти самые бусинки. Ой, блин, она на клаву хрякнулась. Ну, благо, у меня сейчас этот монитор, я там браузер крутила, так сказать, свернула. И у меня там только фотка какого-то японского заката, сделанная нашим японистам, есть на рабочем столе. Поэтому, если вдруг что-то вам там кажется, что у меня в очки отражается, на самом деле в очки у меня может отражаться только мой рабочий стол компьютерный. Вот это, видимо, я так и не доделала. Это, скорее всего, должен был быть котик. Тут ушки, хвостик, ножки. По-моему, вполне читаемый. Ну, в смысле, угадываемый. Осталось только чем-нибудь набить. В общем, у меня где-то валяется Сантепон, если я его никуда никому не сбагрила. То можно набить этим, наверное, Сантепоном. И вот, вполне себе, такой котик. Популярно же сейчас что-то такое, ну, что вот эти самопальные игрушки-то, да? Мне какого-то зайца самопалило страшненького такого, не совсем понятно. Ну, пока мне не сказали, что это зайца, я не поняла. Одна моя знакомая, там, полувязанный, полушитый, и кто-то у меня, короче, кому-то он понравился, я кому-то задарила этого зайца. Я уж не помню, кому. Вот это привидение с мотором. Это у него лапки такие, да? Ну, оно, естественно, уже пожелтел от старости лет. Тут фломастером у него один глаз потек. носик, две точки такие, глазки, и ротик. Привидение. Привидение. Чем-то таким набитое. Может, там какой-нибудь этот, как он там? О, да! Через горлышко изнутри видно, что там клубочек какой-то коричневый. Такой бежевый даже. Это по ходу дела белочка. Моя подружка Машка свою маму и меня называют белочками. Ну, в том плане, что скопидомочек такой. Помню, она мне когда-то... Ей кто-то подарил огромную белочку и кота. А она решила подарить мне эту белочку и кота. И потом мне эту белочку в результате... Кота-то у меня уволок сразу племянник. А белочку-то я это... В результате потом уже задарила... Вместе с ней мы снесли мои там кучу всяких игрушек. И эту белочку в церковь, где там ее знакомый святой отец работает. В общем, вот эта тоже белочка. Правда, не такая огромная. Тут, по-моему, у меня глаза чисто вышивала. Белочка с черными ушками. Такая психотерическая белочка. Прямо как тот ковер, на котором люди мишек видят. Вот это я, видимо, что-то начала, но что-то она уже как-то не доделалась. Тут вот ватой набито. Это или жопка с хвостиком. Может, собачка должна была быть? Да, скорее всего, это какая-нибудь там нижняя часть. То, что не голова. Так. У меня тут есть поросенок. Он весь такой грязненький, потому что у меня его Тиша им играл, и он, по-моему, его уже покусал. Вообще, было два поросенка. Если повезет, то там еще один попадется, если нет, то, значит, его уже котик заныкал и совсем уделался или утилизировался, или типа того. В общем, поросенок весь в шерсти кота с глазами. И уже, слушайте, он так на туху смахивает этот поросенок по морде лица. В общем, поросенок уже коту так и дальше идет. Алькинем его обратно ему. Зайчик. Зайчика я достала, когда разбиралась, и думала отдать коту. Но зайчикам зайчик коту не понравился. Вот тут усики остались только с одной стороны. Может, с старости лет они отвалились. В общем, зайчик. Зайчик. Хвостик. Такой вот зайчик. Это глазки тут эти бусинки, как у той ксинки. В общем, зайчик. Ну что, слушайте, вполне себе зайчик. С этой мордой такой зайчий. Так. Видать, дальше меня в каком-то возрасте в какой-то момент пнуло на эти вот проволочка алюминиевая. Вот это, белочка. Глаза у нее тут нарисованы носик и ротик этим самым точками такими фломастером. А хвостик у нее ставлен на это вот проволочка. Белочка, которая мне напоминает своими ушами не знаю, осыка. не осыка. У кого такие вот уши? Такие вот. Кенгуру. Не помню, как кенгуру выглядит. Короче, наверное, все-таки это белочка. Белочка переросток. Ослик. Вот на языке крутится такое животное, у которого такие же животушки. В общем, белочка. Так. Вот это я не самопарила, но я что-то его нашла, решила показать. Вот был... Когда-то в детстве я собирала чертиков, а потом они частично все куда-то уделались. Точнее, мои родственники решили, что чертики это плохо, и в общем чертиков у меня почти не стало. Этот чертик не самопальный, а покупной. У него остался один рог. На нем лепесток от какого-то сухого красного цветочка. у него нет одного копытца. У него нет двух копытцев. У него нет двух копытцев. У него есть два копытца и нет двух копытцев. Я хотела его коту отдать, а потом подумала, что можно сначала обозреть, а потом его отдать коту. Как бы Советский Союз, да, там это. Может, у кого-нибудь был такой чертик, мало ли вас. У него тут один глаз со зрачком, а один глаз без зрачка. Видимо, это у него был носик, и он уже от старости лет отсобачился. И вот ротик у него такой косой. В общем, вот такой вот чертик. Чертик. Коту пойдет. Ёжик. Ёжик. Ни головы, ни ножек. Так, вот глазки у него тут точечками сделаны. Этим, видимо, как он там... А не, глазки-то прошитые, оказывается. И носик прошитый. А ротик прошитый, но красненьким прорисованный. Короче, вот такой вот ёжик. Ёжик. Мышь. Из этого самого... Забыла, как называется, не синтепон, а губки, из которого, короче, поролон. Вот. Поролон. Вот у чертика, по-моему, носик был тоже из поролона. Тут он бусинки какие-то ушки вырезанные, ротик, носик, хвостик, ножки, наверное, какие-нибудь. Вообще, я помню, тогда в свое время продавались вот такие все эти искусственные носики, ротики. Ну, такие, из вот такого, из пластика, наверное, из какого-нибудь. Мышка. Хотела сделать, чтобы вот, как вот это, гипнотизировать вас. Мышка. Коту пойдет. Кот напился молока и таки заглох. То все орал и орал и орал и орал. Я к нему подхожу, он меня не узнает, думает, что меня дома нет. Он нюхал еще меня так, да, вот, что-то такое шило. ХЗ, что это? Совершенно. Может, это вот, вот сюда куда-нибудь. Что-то вот такое, короче. Такс. И что у меня тут? Во, мышка. Мышка, у нее, наверное, еще ножки были, но ножек уже не осталось, а вот ручки есть с бусинками. Так, вот тут это даже усики сделанные, нашитые. И глазки у нее там точечками прорисованные. Мышка. Мышка. Так. Еще какая-то хренатень. О, еще одна мышка. Еще одна мышка. У нее глаза бусинки пришиты, там какой-то кружочек, не знаю из чего, не помню уже, за давностью лет. Носик тоже бусинка, и вот эти вот это, типа, хвостик, и четыре ножки. И ушки. Ушки у мышки. Мышкины ушки. У меня лак прям под это, под цвет мышки. Видать, он мне так нравится, что я от него так тащусь. Или я от него так тащусь, поэтому он мне так нравится. Или потому, что он мне так нравится, я от него так тащусь. Короче, вот. Особенно от этого тащусь. Тут такой бантик. Кстати, вот на этом бантик на головке, на этой, на крышечке. и он так вот выгравирован, или типа того, ну выпуклый, короче, такой бантик. Такс, о, у меня тут голова есть, я не помню, говорила, я когда-нибудь показывала, у меня, короче, была раньше кукла такая, дедушка делал деревянные, вот так вот, ну как типа крестик, там такая фигня, и там была такая голова на ней, и она вся такая тряпочная была, а основное все было деревянное, и была еще просто голова, менять головами, да, и у меня одна кукла, которая основная кукла, она по голове была похожа, по-моему, маман еще делала эту голову, она мою однокласску, Оксанку, с которой я дружила, и которая мне дико нравилась, она мне еще Сережкина какой-то, говоря, подарила, и говорила, что у меня хорошая фигура, типа того, не, она нормальная была, ну в смысле нормальной ориентации, обычной ориентации, просто ей что-то моя фигура, видимо, нравилась, а вот эта вот голова, это другая голова, она не похожа на Оксанку, но тоже нарисована вот тут голова, голова с волосами, вот, а может быть еще буду, вообще у меня там, наверное, осталось, может быть что-то еще какой-то остался, мешок, который я не разобрала, где вот, возможно, попадется эта вот куколка с головой, это, видимо, у меня, не знаю, что это, олень, бык, глаза пришиты из кусочков кожи, носик, бусинка черная, рога из алюминиевой проволоки, и вот здесь он посажен на это, вот так вот здесь вот, так по-моему, да, вот здесь вот, короче, вот так вот, жопка, и вот так вот, передняя копыта. Наверное, это какая-нибудь корова, а может баран. В общем, все. Вот такой у меня видос на дветочки. Леля сама с вами прощается. Всем спасибо за просмотр, точнее, Леля сама. Леля Дуно. Дуно, это я тут, короче, вампир, когда перевожу, Аду Набунагу. Кстати, Аду Набунага, ну, не косвенно, но встречается, я решила просто сноску сделать в Тамуре, там просто конфетки не упоминаются, которые один миссионер, Аду Набунаги, дарил там за разрешение миссионер, что в Японии. Ну, короче говоря, вот там Хисаки, как раз вот чувак, которого замочили, в голове, которая должна у нас выйти, называла я Хисаки Доном. Ну, в аниме это произносится русскими как Дона, и уже привычно как Дона, но на самом деле японцами произносится как Дано. Поэтому Леля Дуно с вами прощается. Всем пока!